Всем привет, с вами Дмитрий и это видео номер два из серии NFX Crash Course. Сегодня мы будем говорить о Application Container, о котором мы упомянули в предыдущем видео. Первое, что надо понять, это то, что в NFX все виды аппликейшенов унифицированы, будь то консоль-аппликейшен, там веб-сервис, я уже об этом говорил. То есть мы можем с вами сейчас пойти сюда и в папочке testing конкретно убедиться в этом. Итак, у нас есть WinForm Test Application, это вообще WinForms. Если мы зайдем в его программ, мы увидим с вами, что мы увидим, здесь элокируется Application Container, а потом тут масса идет всевозможных некрасивых вещей. Суть не в этом. Суть в том, что здесь элокируется Application. Если мы с вами пойдем в вейв, то есть в веб-сайт, то мы здесь тоже увидим, что здесь элокируется Application, а под ним элокируется веб-сервер, веб-сервер запускается и потом делается read-line и он сервивает веб-реквесты. Если мы с вами пойдем в другие какие-то приложения, если мы с вами пойдем, например, вот этот тест-сервер просто, это консоль-аппликейшен, он поднимает Application Container. Опять-таки здесь. То есть он его делает, элокирует, диалокирует, сделает read-line и сервает какие-то реквесты через glue. Это glue-тест. Мы об этом поговорим в отдельном видео. Итак, все аппликейшены унифицированы, но перед тем, как говорить, что такое Application, надо понять, что такое Application Component. Аппликейшен компонентом называется какой-то класс, из которого ваш Application состоит. Не все классы обязаны быть Application Component. Обычно компоненты — это какие-то большие штуки, такие как сервисы, например, как Logger, Instrumentation, Glue весь — это целые компоненты. Они могут иметь еще под собой под компоненты. Итак, что же такое компонент? Это Disposable — штука, у которой есть директор, директор, то есть который ее директируют, то есть это как Owner. Мы это называем директор, это так исторически сложилось еще с давних времен. И у компонента есть еще такое понятие, как System Identifier — это не что иное, как его уникальный ключ внутри аппликейшена. У каждого компонента уникальная идентификационная метка есть, по которой мы компонент можем найти. Также у него есть Common Name. Если у него есть Common Name, то мы можем, даже не зная вот этот вот идентификатор, до компонента достучаться. Зачем это надо? Это надо для Remote администрации компонентов, что я как-нибудь покажу в следующий раз. Значит, дело все в том, что системный identifier вот этих компонентов может зависеть от порядка включения компонентов, и он может скакать. То есть сейчас у логера ID, например, 25, а в следующий раз мы включили приложение — он у него может быть 18 или 37. А Common Name — Common Name компонента — он не меняется, если он есть. То есть у таких вещей, как Logger, например, там как Glue — есть Common Name. И директор — это тот, кто владеет компонентом. Итак, для того, чтобы создать компонент, мы можем унаследоваться от класса Application Component, и автоматически, что здесь получается, что все компоненты, они с ThreadSafe способом регистрируются в статическом словаре, где, собственно, его уникальный ID и Application Component — это instance того, что с ним происходит. Вот, собственно, и все. Насчет компонента. Дальше у нас идет… Сейчас я просто немножко подвис экран. Дальше у нас идет, значит, унификация Application Types — это мы сказали. Application Container. Значит, Application Container дает вам все сервисы для Application. Любой Application имеет вот этот вот контейнер. Итак, что здесь есть? Во-первых, у Application есть GUID ID, уникальный. Во-вторых, у него есть Start Time, который локализирован в Localized Time Provider, локализирован в Time Zone у этого Application. Что интересно, что у нас разные даже сервисы внутри Application могут исполняться в разных таймзонах. Это иногда бывает нужно. Мы никогда не используем там таймзон у компьютера. Это недостаточно гранулярно. Иногда нужна таймзона разная в разных сервисах. Вот. Это, значит, активен Application или нет? Начал ли он выключаться уже? Это если был вызван метод Stop, если был вызван метод Dispose, там и так далее. И на самом деле это все вещи, которые позволяют руководить, они программистами редко когда, то есть практически никогда вы ими не пользуетесь, кроме проверки на Active. То есть проверку на Active вы осуществляете вот здесь, например, в каком-то там классе. Вы проверяете, если Application не активен, то есть Check Running State какой-то там, допустим, и сервис этот, или и сервис не запущен, тогда он там сровует какой-то там exception, например. То есть вот так вот это можно сделать. Или там вот-вот другой способ тоже это проверить. Если App Active и такой-то, то он там продолжает зависать в каком-то мониторе. Если Application выключается, то это просто сбрасывается, тут возвращается null и сровуется либо exception, либо null, но потому что процесс не может продолжаться, если весь Application выключается. Application центральный, и как центральный, значит, узел, он дает такие вещи, как Log, как Instrumentation. Что такое Log? Понятно, да? Это для того, чтобы писать в Log. Мы пишем в Log, мы пишем в LogMessage. Мы пишем в LogMessage. Мы поговорим о логинге в следующий раз. Instrumentation. Что такое Instrumentation? Это как телеметрия и всякая, всячина связанная с как performance counter. Значит, то есть основной здесь, основной здесь метод — это record. Он принимает datum. Datum — это singular число, singular — единственное число от слово data. То есть это как бы одни данные, один instance данных. А эти данные могут быть, собственно, там типа ивенты или гейджи какие-то. Гейджи — приборы какие-то, которые вы записываете в Instrumentation Buffer. Мы об этом поговорим в следующий раз. Throttling. Throttling позволяет делать всякие политики для того, чтобы притормаживать процесс. Например, не больше, чем 10 раз в секунду, не больше, чем 100 месседжей там в час и так далее и тому подобное. Дальше у нас идет конфигурационный корень всего application, откуда application конфигурируется. Дальше у нас идет в любом application data store. Опять-таки, вот эти все сервисы, о которых мы сейчас говорим, они есть в любом application. И вы спросите, зачем в любом application нужен data store? Дело все в том, что data store нужен в 95% application, а то и в 99. Например, допустим, вы пишете Notepad. Notepad, да? То есть обычный, этот самый, как он называется, вот такой какой-нибудь штуку, да? Здесь тоже есть data store. Когда вы куда-то сейваете и лоудаете, вы лоудаете это из data store. Просто этот application так не архитектурирован. Я это показываю к тому, что во многих application есть data store. Если какого-то из этих компонентов нет, неважно, логера, инструментейшена, data store и так далее, он заменяется на соответствующий NOP-овскую имплементацию. NOP, NO operation. То есть ничего не делаю. Data store есть всегда. Если вы к нему обратитесь, вы получите NOP-овский data store, если у вас data store не inject. Но таким образом, вы можете всегда безнаказанно логать. Где бы вы не были, вы можете логать информацию. Если ваш логер не включен, он просто эту информацию, ничего с ней не будет, она никуда логаться. Ничего не будет логаться никуда. Instrumentation то же самое. Вы можете делать инструментейшен перед тем, как создавать инструментейшен. Вы можете посмотреть включен или инструментейшен вообще. Она может быть инжекнута, но выключена. Тогда вам не надо создавать инструментейшен поток данных, для того, чтобы его просто создавать и записать его некуда. Вы можете это проверить. Вернемся дальше к нашему перечислению того, что делает application. Object store. Object store – это такой сервис, который позволяет хранить объекты по GUID, идентифицировать их как виртуальные поинтеры. И эти объекты могут пережить смерть процесса. Процесс умер, процесс перезапустился, объекты еще там. Зачем это нужно? Ну, например, для хранения веб-сессий и прочих сессий, поскольку сессии в NFX, они унифицированы. Glue. Glue – это технология для соединения между узлами. Здесь есть такое понятие, как провайдеры. Это как технологии соединения, байдинги, которые работают под провайдерами. Сервера – это серверные эндпойнты. Message – всякие инспекторы, которые можно… это как фильтры, фильтровать месседжи. И это message-oriented, contract-based технология для соединения между узлами. Опять-таки, она встроена в любое приложение. Опять-таки, если вы пишете «console application», у вас аллокируется маленький объект, размером там… сколько он там занимает? 50 байт в памяти, который ничего не делает. И у вас, если вы попытаетесь глю с кем-то связаться, вы получите ошибку, или вы получите «no operation», ничего не произойдет. Дальше. В любом секьюрити менеджер, в любом аппликейшене нужен секьюрити менеджер. Почему? Потому что в любом аппликейшене есть секьюрити. Секьюрити есть даже в «console application», в простецком. Там есть сессия, она дефолтовая. Опять-таки, зачем это сделано? Это сделано для унификации, чтобы вы всегда могли положиться на этот контракт без какой-либо идиотской дополнительной сложной dependency injection. Секьюрити нужно в 99% аппликейшенов. Какое-то, даже самое простое секьюрити. Ну, естественно, если у вас секьюрити не используется, сюда инжектается «noop» — секьюрити, которая ничего не делает. Что делает секьюрити менеджер? Об этом у нас будет отдельная глава. Он, во-первых, позволяет правильно работать с паролями. Это вообще отдельная тема. Пароли — это очень сложная вещь, особенно их шифрование и их хэширование. Также он имеет методы по афентикации и афоризации пользователя. Афентикация и афоризация — это абсолютно разные вещи. И с этим не надо их вставлять в одно что-то. Это разные вещи. Афоризация — это когда я уже знаю, кто ты. Я пытаюсь понять, можешь ли ты сделать вот такое-то действие. Афентикация — это когда я не знаю, кто ты. Ты мне предъявляешь какой-то токен или какой-то credentials, вот как здесь сделано, и я тебе говорю, кто ты. Юзер. Какой-то юзер. Значит, опять-таки, детальная дискуссия этого необходима для понимания того, что мы делаем в следующий раз. Таймсорс. Когда мы программируем, особенно в кластере, нам очень важно иметь точные источники времени. И они очень часто вообще не локальные. Локальные часы не годятся. Они могут дрифтовать, то есть уплывать на какие-то доли секунды за сутки. Это может быть неприемлемо. Для этого у нас таймсорс инжектабл. У таймсорса нету ноповского таймсорса. Если никакой таймсорс не специфицируется, ни в каком конфигурационном файле не инжектается, то тогда таймсорс используется локальный, который берет время из ваших локальных часов. Дейтайм нау, грубо говоря. Опять-таки, давайте посмотрим на таймсорс. У него есть нау, у него есть utc нау и так далее и тому подобное. Причем now здесь локализуется на localized time provider. Опять-таки, в зависимости от того, в какой зоне вы находитесь. Дальше. Дальше у нас идет scheduler или как он называется event timer. Event timer это штука, которая просто позволяет брать и регистрировать какие-то ивенты. Ивенты это классы, которые можно конфигурировать и можно инжектать. И у них есть целая-целая-целая плеяда property. Это в каком часовом диапазоне они запускаются? Когда они должны запуститься? Сколько раз они должны запуститься? Включены ли они сейчас вообще или нет? В каком режиме с рейдинга должна исполняться их тело? Асинхронно или синхронно? Когда они должны начать запускаться? Когда они должны прекратить запускаться? С каким интервалом они должны? Как часто они должны запускаться? Какое максимальное количество раз они должны запускаться? В каком контексте они должны? И так далее и тому подобное. Вот это все очень гибкая система и на этих таймерах, на вот этих вот ивентах очень часто пишутся джобы, например, такие как удалить файлы какие-то откуда-то или послать кому-то письмо или еще что-то сделать. Вот эти все вещи, они продуманы и встроены прямо в application контейнер. Опять-таки, дефолт ивент таймер есть всегда. Дальше. Дальше у нас, собственно, вот и все. Это основные сервисы application контейнера, их немного. Опять-таки, пьюристы вам скажут, что дизайн здесь плохой, дизайн здесь противоречит Solid и Барбары Лисков и прочей всякой ерунде. Не слушайте никого, потому что 90% ваших аппликейшенов будет юзать в той или иной степени 75% этих сервисов. В той или иной степени. Она будет юзать DataStore, ObjectStore, ConfigRoot. Вообще всегда используется. Log используется на 99% аппликейшенов. Instrumentation в Production Environment используется во всех аппликейшенах. Throttling — это самый редко используемый сервис. Вопрос, зачем он здесь нужен, это хороший вопрос. Просто у нас есть софтвер, который уже на него полагается. Скорее всего, его надо было бы отсюда убрать. Но поскольку Throttling не занимает много памяти, он очень маленький, мы его решили оставить. ConfigRoot используется практически во всех аппликейшенах. DataStore используется во всех аппликейшенах, где есть хоть какая-то база данных. Будь то даже веб-сервисный лейер какой-то. То есть, опять-таки, ну это я могу сказать, это 95% аппликейшенов. ObjectStore используется везде для хранения сессий. Glue используется в распределенных системах, в кластерных везде. Абсолютно. В NFX аппликейшенах, не в кластерных, он используется часто. Ну в 50% аппликейшенов. Security Manager используется практически в 80% аппликейшенов. В продакшен аппликейшенах базах данных в 100% используется. TimeSource используется везде. EventTimer используется везде. Эти штуки более advanced. Мы о них поговорим в другой раз. Здесь можно нотифицировать с аппликейшен контейнером определенную сущность, которую аппликейшен контейнер вызовет, когда он начнет выключаться. Вот. Для чего это сделано. Итак. Аппликейшен контейнер. Теперь AppShortcut. Что такое AppShortcut? Значит, для того, чтобы работать с аппликейшен контейнером. Аппликейшен контейнер это интерфейс. То есть, его имплементируют какой-то класс by default. ServiceBaseApplication. Вот он. Это самый широко распространенный класс. Вы его элокируете и вы его используете. Дело в том, что элокировать его можно только один инстанс. Если вы попытаетесь элокировать его второй инстанс, вы вызываете его конструктор. Но вы получите тогда по голове. Потому что это синглтон. И он специально так сделан, что он элокируется руками. Как я уже показывал. Давайте посмотрим еще раз на тест сервер. Вот классический пример, как аппликейшен контейнер элокируется. Вот он. И как только он элокировался и до его момента до деэлокации, у вас появляется аппликейшен скоп. Вопрос. Как же я могу достучаться до этого аппликейшена? В этом случае тут можно написать просто var app равно это и использовать его здесь. Но вы же не можете этот апп везде передавать. Он везде должен быть глобально видим. Для этого сделан очень удобный шорткат через статический класс. Опять-таки не надо говорить, что это плохо для юнитестинга. Это не плохо для юнитестинга. Это просто центральная точка, через откуда вы его берете. Она инжектается. Она инжектабл. Это не то, что хардкодит какой-то тип. Вы тип определяете своим контейнерам. Это не противоречит никакому солид искажению. Или как это называется? Dependency Inversion Principle. Это шорткат класс, который все, что делает. Все, что делает вот этот класс апп, он делает следующее. Он делает, например, стартайм. Он берет и стучится к property instance singleton start time, чтобы вот это каждый раз не писать, вот это все, вот это вот. Намного удобнее написать апп, стартайм. Дальше, апп, авейлабл. Что значит авейлабл? Что instance не равно null, что это не нопп, и что он active. Очень удобная property. Эпп, авейлабл. Пока апп, авейлабл, я могу что-то делать. Эктив. As soon as application finalization starts at shutdown. Как только аппликейшн начинает выключаться, актив возвращает false. Авейлабл это актив, и что он неноповский. Неноповский аппликейшн, лог. Опять-таки, то есть это просто шорткаты. Именно на этих шорткатах очень удобно писать бизнес-код, поскольку у вас всегда есть аппликейшн контейнер, у вас всегда есть подключение к шорткатам. Кстати говоря, здесь же есть очень интересная property, которую можно установить один раз перед включением аппликейшна только. Она называется memory model. Regular, компактная и tiny, микроскопическая. Regular это когда аппликейшн может использовать сколько угодно памяти, компактная, пытаться меньше. И это сделано для того, чтобы можно было аппликейшну дать какой-то хинт, ну как подсказку какую-то, как он должен утилизировать память. Например, для кэшей или для big memory. Какого размера сегменты элокировать и так далее и тому подобное. То есть это техника, технология или как-то сказать, оптимизации. Это техника оптимизации такая. Дальше. Аппликейшн лайфсайкл. Чек аппликейшн из ранних. Это я уже показывал, как можно это сделать. Здесь вот где-то у нас, вот. Здесь можно проверять. Аппликейшн актив, аппликейшн и так далее. Значит, здесь что у нас происходит? Аппликейшн запускается, как я уже показывал только что. Она запускается с помощью юзинг-стейтмента. И пока она не дейлокируется, она дает вам этот скоуп. И все сервисы в ней поднимаются. А откуда эти сервисы поднимаются? Они поднимаются из аппликейшн контейнера. Из аппликейшн конфигурации, я извиняюсь. Вы его передаете вот сюда. Вот я сюда передал null. Значит, он будет пытаться найти рядом с этим эксекьютабл файлом находящийся какой-нибудь лаконик. Если это будет лаконфик файл, он будет лаконик парсер использовать. Если это xml, он будет xml. Если джейсон, джейсон. А вот этот файл должен называться так же, как эксекьютабл файл. Тест сервер. Тест сервер лаконф. Если я напишу xml, вот, пожалуйста, вам пример. Вот в этом приложении конфигурация написана на xml. WinFormsTest.Configuration. Все. Это написано на xml. С xml намного менее удобно работать. Он просто неудобный там. Хотя бы потому, что в xml нету комментариев в одну строчку. Очень verbose формат. Очень много в нем надо печатать. Тут же есть другой конфигурационный файл, который написан на лаконике. Он намного проще. Меньше в нем надо печатать. Можно делать комментарии. Более современный формат. О конфигурации мы поговорим в следующем видео. Дальше. ExecutionContext. Значит, что такое ExecutionContext? Дело все в том, что в NFX нету никакой грани между типом application, как я уже говорил, консоль или веб и так далее. Поэтому у любого, абсолютно у любого процесса есть такое понятие, как ExecutionContext. И он имеет в себе такие вещи, как request, response. Это абсолютно абстрактные понятия. Как сессия. Request и response не обязательно с вебом связаны. Request вы можете что-то попросить. Console Applications сделай что-то. Она вам делает, она вам дает response. Значит, и здесь также используется сессия. Что такое сессия? Сессия это какой-то мешок, как в вебе, да, как вы привыкли. Но здесь он есть в любом аппликейшене. Так вот, что интересно, что у вас ExecutionContext включается на уровне всего аппликейшен контейнера. А потом вы можете на уровне среда его специализировать. То есть, что это значит? Вы можете логнуться в Console Application под identity, под сессии какой-то там Иванов, Иван Иванович. Но когда запускается какой-то сред, вы можете имперсонировать его Петров, там Федор Петрович какой-то, например. И так далее и тому подобное. Вот этот класс ExecutionContext, он за это и отвечает. Вы редко используете этот класс и редко используете эти методы. Они все статические, потому что они все связаны со средингом и с глобальным контекстом. Вам не надо, как бизнес-программистам, использовать эти классы. Но если вы системный программист, вам придется эти классы использовать. Теперь, немножко, несколько слов об асинхронном программировании. Дело все в том, что в асинхронном программировании Continuation, то есть один процесс, может перетекать в другой процесс, который исполняется на другом среде. Эта система предназначена для работы на каком-то конкретном среде, чего и происходит в 90% случаев. Если вам надо identity пользователя передать в другой сред, сделайте это лучше через параметр, а не через ExecutionContext. Чем ExecutionContext хорош? Он позволяет вам не думать о передаче дополнительных гарбичных каких-то параметров в каждую функцию. То есть вы исполняете какой-то код в контексте какого-то среда, который находится в контексте аппликейшена. Если в среде ничего нет, он возьмет его в аппликейшене. Что мы здесь и видим? Что мы здесь и видим, собственно? Что здесь и происходит? То есть здесь через null-coalesing оператор C-Sharp, который говорит о том, если это переменная null, тогда он это возьмет. Если это null, тогда он это возьмет и так далее. Через null-coalesing оператор вы в итоге сессию всегда имеете. Либо вы берете средовскую сессию, либо вы берете сессию статическую, либо вы берете сессию ноповскую. Напоминаю, в NFX используется нейминг-конвенция. S underscore означает, что это поле статическое. T S underscore означает, что оно сред статик. То есть оно статическое для данного среда. Мы берем сначала для среда, потом статическое для всего процесса. Если даже это null, тогда мы берем ноповский. Session это singleton instance. Он ничего не делает. В двух словах, что такое сессия. Сессия имеет уникальный ID, GUID, который позволяет ей храниться в Object Story, о котором мы говорили. Она имеет пользователя, для которого эта сессия находится. Значит, пользователь это уже тема разговора о security. То есть мы сейчас, если здесь посмотрим, то у пользователя есть имя, description, статус. Естественно, статус это самое главное property. Это он user-администратор или system. Это его архи-роль. Мы будем это обсуждать, когда будем говорить о security. Но в двух словах, user это просто вектор какой-то, который говорит о том, что этот юзер, кто он такой и валиден он или нет. Таким образом, сессия, она имперсонирована каким-то пользователем. Это пользователь какой-то. Плюс это еще какое-то состояние. То есть в сессии можно хранить еще дополнительный ISO language, например. В ней можно хранить, например, когда последний раз она логалась. И каким образом эта сессия логалась. То есть это был логин. Через роботизированный, например, это human логался или это робот логался. Что такое робот? Робот это когда в ваш сервер заходит API через какой-то ключ. Пример. Вы делаете web API. Вам надо знать, какого типа у вас сессия. Но очень много вещей, которые продуманы. Понимаете? Это все здесь есть. Human это значит, что человек логнулся. Session login type on specified. Неизвестно какая. Human человек. Робот это какой-то роботизированный процесс логнулся в эту сессию. Дальше. В сессии есть айтемы, там какие-то вы можете хранить и так далее. И тому подобное. Плюс можно регенерировать ID. Это нужно для предотвращения session fixation attack на вебе. Знаменитый. Что такое session fixation attack? Когда сессия ID вы крадете у Sally, например. И вы можете как Sally со своего компьютера зайти. Ну, 99,9 в периоде сайтов, слава богу, такую атаку уже отлавливают. Но какие-то сайты не отлавливают. Но для того, чтобы это отловить, regenerate ID, это как раз нужен для того, чтобы регенерировать ваш session ID. Так, двигаемся дальше. Starters и application finish notifiable. Значит, дело все в том, что для того, чтобы ваш application запустился, для этого у нас все, что нужно, это просто этот application проконфигурировать. Его можно даже не конфигурировать, он и так запустится со всем дефолтом. Давайте посмотрим на какой-нибудь, ну я не знаю, вот wave test site. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Вот у нас есть конфигурационный файл, напоминаю, он называется так же, как executable module, поэтому он загрузится. Здесь, здесь, что происходит? Здесь инжектуется какой-то логер, потом инжектуется какой-то object store, потом инжектуется какой-то глюшный сервер на синхронный байндинг. Вот используется байндинг, байндинг это как вы соединяетесь с ноудами, вот такой-то байндинг, такого типа используется. И потом идет, допустим, вот такая-то штука для процесса пейментов. Мы говорили, что у нас встроенная система для процесса пейментов. Так вот, эту систему надо запустить, поскольку эта система не является основным сервисом NFX, но вам надо запустить ее сразу. В NFX есть такое понятие, как стартеры, запускатели. То есть вы можете эти стартеры все вот здесь вот перечислять. То есть это как скрипт, это стартап скрипт, что надо включить, когда вы включаете свой процесс. То есть сначала запускаются все сервисы, потом запускаются стартеры. И здесь, в этом стартере, вы можете как раз поставить вот такую прагму, что если в стартере будет ошибка, вы можете сорвать запуск всего аппликейшена. Это зависит от того, что компонент, который вы запускаете, он жизненно важный компонент или это компонент вторичный какой-то. Можно запуститься даже в случае того, если он не поднялся, прологать просто ошибку влогером и продолжить запуск аппликейшена. Я надеюсь, понятно то, что я сейчас объясняю, потому что это очень простые все доходчивые вещи. Просто их очень много. И обычно эти все вещи, которые я только что объяснил, они размазаны по большому количеству библиотек и написаны руками в каждом аппликейшене немножко по-разному. Поэтому получается масс и мусор. У нас это унифицировано. То есть once, вот как вы к этому привыкнете, вы больше не должны в это вникать. И все аппликейшены, которые вы будете писать, они пишутся одинаково. Там это работает всегда одинаково. И что самое интересное, поскольку это базовые основы программирования, которые не менялись, слава тебе, господи, 40 лет уже, если не 50, то менять в них ничего не надо. Они работают и никогда не отказывают. Поэтому нам не надо будет каждые 2-3 года все это переписывать, все это апгрейдить, каждый раз учить что-то новое. Смысла нет. Потому что эти вещи, они есть такие, как есть. И так работает природа. Так устроена математика. В смысле, я имею в виду такие вещи, как центральный какой-то процесс. У вас же есть процесс всегда. Аппликейшен контейнер это то, что ваш процесс, собственно, представляет. Его внутренние сервисы. Ну и последнее, что я хочу сказать. Сервис-бейс-аппликейшен, я уже об этом говорил. Здесь вот в этих всех программках мы берем и поднимаем сервис-бейс-аппликейшен. Это дефолтовский аппликейшен контейнер. Вы можете написать свой собственный аппликейшен контейнер, унаследовав его от этого. Например, можно написать My Crazy Business Complex Service Base Application. И в нем вы можете поднять такие сервисы, прямо чтобы стартером не пользоваться. В него вставить такие сервисы, которые вам нужны. Я не знаю, какие вам сервисы нужны. Инициализировать кофейную машину, включить аквариум, подсветку аквариума. Я не знаю, что. Все, что угодно, вы можете туда написать. Но это уже будет ваш аппликейшен. То есть, что надо подчеркнуть? Что вот этот класс, он не sealed, то есть не опломбирован, или как в Java называют это, final. Он не final. То есть, вы можете от него унаследоваться, переопределить этот весь конструктор свой. И там просто в protected методах, вот здесь вот, вы можете здесь подставить какую-то штуку, которая вам нужна специфично для вашей, как это сказать, для вашей деятельности, которую вы, значит, разворачиваете для вашего аппликейшена. Потому что common application логика, она вся, вот это абстрактный класс, и она находится, значит, здесь, и вам даже не надо туда лезть. Оно написано, оно работает, и оттестировано, и слава богу. И в этом вся, собственно, сущность NFX, что ты это написал, оно работает, и ты все делаешь одинаково много лет, все работает хорошо, и не надо это все колопуцать, туда-сюда. На этом все. В следующий раз мы поговорим о конфигурации NFX. Спасибо.